Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем цикл лекций, посвященных библейским персонажам в церковной гимнографии. И сегодня мы с вами рассмотрим двух братьев, апостолов Зеведеевых, Иоанна и Иакова. Я прежде в своем выступлении расскажу про апостола Иоанна Богослова. Тема моего доклада «Апостол и евангелист Иоанн Богослов. Церковная гимнография». Итак, прежде всего, как я обычно начинаю, указываю источники для песнопений, то есть откуда, из каких мест нашего годичного круга взято песнопение. Здесь у меня три пункта. На самом деле, основным источником является первый пункт. Память евангелиста Иоанна Богослова празднуется два раза в году, причем по классификации нашей богослужебной апостол Иоанн Богослов получил самый торжественный вариант богослужения – всеночное бдение. То есть его обе службы, и 26 сентября, и 8 мая, даты, как вот это всегда по старому стилю, так вот, обе службы являются бденными праздниками. Нужно учесть, что по типикону бдений очень мало. Да, конечно, в реальной приходской практике всеночных бдений бывает больше, но если смотреть по знакам типикона, то их меньше десятка, и вот как раз два праздника из них посвящены Иоанну Богослову, причем службы по текстам абсолютно идентичны. Поэтому получается, что, по сути, источник один на самом деле, там только отличия в апостольском чтении, вот апостольские чтения разные на литургии, но так как у нас объектом рассмотрения является гимнография, то здесь вообще полное соответствие. Два остальных пункта больше приводятся для полноты, потому что в службе преображения Господня отдельно про Иоанна Богослова нет никакой информации. То есть там все, когда в прошлый раз я рассматривал образ апостола Петра в церковной гимнографии, я сказал, что в основном все три апостола в песнопениях упоминаются вместе, то есть они как-то не рассматриваются по отдельности в богослужении и преображении Господне. Поэтому получается, что что-то отдельное про апостола Иоанна не говорится, просто такие общие замечания, что он там называется верховным апостолом, ну и подчеркивается его участие вот в этом событии. Ну и, наконец, третий источник – «Страстная седмица». На самом деле текстов «Страстной седмицы», посвященных Иоанну Богослову, очень мало, но я лично отыскал только два. И то для доклада они не сыграли значимую роль, потому что те идеи, которые в них отражаются, есть и в богослужении праздника, то есть в первом пункте. Поэтому получается, что основным источником является богослужение праздника Иоанна Богослова. Но для однообразия я все ссылки буду делать на осеннюю службу, учитывая, что все равно корпус песнопения абсолютно идентичен. Итак, значит, ну на какие аспекты биографии, его деятельности, служения обратили внимание песнописцы? И что можно отсюда взять? Тем более, что есть такое в гимнографии, и что расширяет наше представление об Иоанне Богослове, как о личности, ну и дает какую-то дополнительную информацию. Ну вот, во-первых, есть пропари, посвященные его призванию. Мы знаем, что апостол Иоанн Богослов, как и апостол Петр, и Андрей, и Иаков, все четверо были рыбаками. Господь призвал их от их дела, когда они занимались рыбной ловлей. И вот фраза Христа из Евангелия от Матфея «Идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков». Ну вот, на эту фразу есть определенные аллюзии в песнопениях. Я вот выбрал седалин. Опять-таки, здесь я привожу не полный текст седально, а только значимую часть, ту часть, в которой отражается указанная идея. Ну вот, в частности, сказано, что «Глубину ловления оставив, креста тростью вся яви к вере уловил Иси, як у рыбы языки, ибо як уже тебе рече Христос показался Иси ловец человеков, к благочестию уловляя». Ну, то есть, мы видим здесь, по сути, расширенное толкование приведенной фразы. Далее. Ну, конечно, песнописцы не могли обойти внимание тоже еще один известный эпизод, когда на Тайной вечере апостол Богослов узнал относительно предателя, относительно личности, кто именно предаст Иисуса. И вот, в частности, есть об этом Седалин по Палеилее. И здесь, что сказано, что «Возлег на Перси, дерзновение получил Иси, як ученик вопрошая, кто есть предатель твой Господи, и як возлюбленную зелу сущую всех вальне, хлебом всего яви тебе показа». Ну, то есть, здесь сказано, что действительно апостол Иоанн по своему дерзновению решил, ну, и, конечно, исполняя просьбу апостола Петра, решил уточнить, кто именно предатель. И Господь, так как любил этого ученика, это подчеркивается неоднократно, ему открыл это. Далее. Ну, конечно, с этим же эпизодом связано именование апостола Иоанна Богослова на Персником Христовом. Очень много песнопений, где апостол Иоанн Богослов именуется, ну, где указывается, что он возлежал на Персях Господних. Ну, и достаточно часто в песнопениях, ну, кроме близости, потому что тот, кто возлежит на Персях, это, получается, близкий друг во время пира. Кроме вот этого факта, еще достаточно часто реализуется такая идея, что именно благодаря тому, что апостол Иоанн возлежал на Персях, он как-то получил особую премудрость. То есть, как-то можно сказать, что, ну, образно говоря, что вот прислонившись головой к груди Господа Иисуса Христа, он таким образом, ну, получил какую-то полноту информации. Ну, вот и тут сказано, что на Перси был возлег, а Тануды же почерпясь и премудрости догматы. «Имешь и обогащаешь, и окрест всю землю». Вот так. Так что, вот такой интересный образ, то, что вот он свое сокровенное знание получил от того, что как бы так тесно прикоснулся к Господу Иисусу Христу. Есть еще, вот с этой темой связано одно песнопение, но оно несколько другой аспект раскрывает, правда, связанный. Мы знаем, что мать Соломия, мать сынов Завидеевых, просила у Христа, чтобы после того, как он будет царствовать у себя в Мессианском царстве, чтобы он ее сыновей посадил одного справа, другого слева от себя. То есть очевидно, что мать апостола воспринимала вот эти слова Христа о будущем царстве слишком буквально. Ну, мы помним ответ Христа. Здесь же в песнопениях говорится, что вот апостол просил наземное седалище, но вместо этого Господь ему дарует свои перси. И на них же возлег твердым и пребывающим сидением добрым обогатился Иси. То есть получается, вместо вот такого земного сидения рядом с мессией царем апостол Иоанн удостоился возлежания с ним на тайной вечере и принятия сокровенных истин. Целый ряд песнопений посвящен интересной теме, а именно заботе апостола Иоанна о Пресвятой Богородице. Ну, мы знаем, что согласно 19 главе Евангелия от Иоанна, Господь перед тем, как скончаться на кресте, уже вися на нем, он поручил Иоанну Богослову заботиться о своей Пречистой Матери. И это, конечно, есть в песнопениях. Вот, в частности, стихи Ралитии. «Учениче спасов, девственничай и богослови тебе, яко девственнику, деву и Богородицу, Христос Бог распинаем предаде. И сию сохранилось, яко зеницу ока». То есть что здесь интересно? Ну, две идеи. Во-первых, то, что он получил такую почетную миссию не только потому, что был любимым учеником Христа, но и тоже потому, что был девственником. То есть в этой стихире подчеркивается вот эта параллель, что Господь вручает ему, свою Матерь, деву, потому что сам апостол был тоже девственником. Ну, в принципе, мы это знаем, потому что он был призван Христом в молодом возрасте. И, конечно, Писание четко не говорит, что он всю жизнь оставался безбрачным. Но, в принципе, общее предание церкви нам эту информацию добавляет. И еще один важный аспект – то, что он берег Богородицу как зеницу ока. В принципе, это и так, конечно, вроде бы само собой разумеется. Но, тем не менее, интересно, что это подчеркивается. С этим песнопением связана еще одна интересная идея. Мы как-то об этом не задумываемся. Ну, по крайней мере, лично я об этом не задумывался в интересном аспекте. Но, получается, вот в тропаре четвертой песни канона здесь говорится так, что «Сыновством причистой одевы почествовался и си девственничьи блажений, и брат показался и си избравшему тя». Вот. То есть, получается, раз по факту, ну, произошло как бы усыновление Иоанна Богослова причистой Богородицы, то есть Господь сказал «Жену себе сын твой», и ему сказал «Си мати твоя». Вот. То есть, вот этот, вот, получается, произошло усыновление, и получается, что в силу этого усыновления апостол Богослов оказался как бы брат Господа Иисуса Христа. Ну, и раз он стал братом и сыном Девы, то отсюда есть и такая нравственная идея, как бы нравственное приложение. То есть, в тропаре шестой песни такое интересное обращение. «Сына Девы, тя и стоя прошеды, приявлена именова, с нею же молися, положение всем сыном Божиим бытию». Все преснопамятны. Вот. Ну, то есть, здесь говорится, что как Иоанн Богослов стал, по сути, сыном Богородицы по усыновлению, так, чтобы он может, мы можем обращаться к нему с просьбой, чтобы и мы получили, ну, как можно, такой, ну, тоже подобный статус в том плане, чтобы имели вот такое, такое почетное именование сыны Божьи, как праведники, как искупленные им. Далее. Достаточно часто в песнопениях Иоанн Богослов называется другом Христовым. Ну, вот, в частности, Кандак. Вот. Я взял самое короткое песнопение. Тут. Яка Богослов и друг Христов. И еще вот в стихире «На слава на стиховне» там эта тема друга Божия обыгрывается, и есть ссылки на примеры Исаии и Моисея. Но если с пророком Исаией неизвестно, по крайней мере, нет прямой какой-то цитаты, где бы пророк Исаия именовался другом Божиим, то в отношении Моисея это есть. 33 глава книги «Исход» там говорится, что Господь разговаривал с ним, как если кто говорит, то со своим другом. Вот. То есть Моисей, друг Божий, и апостол Иоанн тоже друг Божий. Далее. Ну, мы знаем, что Господь, когда призвал двух братьев, Иакова и Иоанна, Он дал им имена сыны Громова. Вот так этот факт толкуется в седальне. Я взял только лишь первые две строки, потому что в них выражена идея. То есть ты, сын, назвался Иси Божественного Грома, воежи оглушить и уши сад злочестивых. Вот. То есть потому что... Ну, здесь подчеркивается его борьба против Ересей, и вот как раз он, как сын Грома, можно сказать, настолько его проповедь была громогласной, и что она имела вот такой уничтожающий эффект на тех, кто нечестиво учил. Далее. Есть, конечно, тема просвещения апостола перед написанием Евангелия. Ну, понятно, мы в целом знаем, у нас есть догмат Бога-духновенности, что апостолы и другие писатели книг Священного Писания были вдохновлены Духом Божиим на свою почетную миссию. Но тем более апостол Иоанн Богослов, который написал такое духовное Евангелие, потому что его Евангелие из четырех считается самым духовным, ему обычно в качестве аналогии его сравнивают с Орлом, и, конечно, он тем более должен был быть просвещен благодатью. Ну и, в принципе, здесь, в частности, в тропаре пятой песни канона об этом говорится. «Небесный ум богословия явился еси благодатью, весь свет, быв еси, к началу свету приближением, и чистым твоим зрением ежи к нему обожаем». Далее. Ну, далее несколько слайдов посвящены такой теме, как апостол Иоанн, как это, значит, евангелист, и его основные цитаты, основные аспекты его Евангелия. Ну, вот, в частности, первая стихи «Ра на Господе во звах» говорит о том, что он в своем Евангелии научил нас, как богословить и Отца, и Сына, и Святого Духа. То есть, он, будучи зрителем неизреченных откровений, первым выразил учение о Пресвятой Троице. Ну, действительно, мы знаем, что именно в Евангелии от Иоанна в большей степени гораздо более ясно, чем в других Евангелиях выражается догма то Пресвятой Троице. И вот поэтому, это, так скажем, основной тезис общий, но по этому тезису можно еще несколько привести более частных утверждений, которые встречаются в песнопениях. Вот такой и есть интересный текст «Седалин по третьей песне канона». Здесь, значит, во-первых, ну, здесь опять-таки приведен не весь текст «Седалина», большая часть. Значит, прежде прочитаю, потом поясню, что я здесь, на что внимание обратил и предлагаю обратить. «При мудрости на Персе возлег и разум усущих научився, божественно возгремел Иси в начале без слова, добре написав первый безначальное Рождество и проповедовал Иси всем слово воплощения. Тем же и языком, якомреже уловив языки, благодатью Духа, изучающей концы и просвещающей чудесы богословия апостолей». Ну, во-первых, здесь две, здесь идея, что апостол Рам первым выразил два важнейших догмата христианства. Это именно безначальное рождение сына, вот Бога-сына от Бога-отца, догмат о вечном рождении Бога-сына и догма то воплощении. Но, кроме этого, очень интересное следующее обстоятельство. Вот ниже приводится греческий текст, ну, вот это точнее, вот кусочек греческого текста данной стихи, и здесь можно обратить внимание, что в греческом тексте слово «язык-язык» обозначается совершенно разными терминами, то есть «тем же и языком, яком реже, уловив языки». То есть, первое, это как бы человеческий орган, это те глотти, ну, то есть, всем известно слово глосса, вот, а второе, та эфни, ну, всем известно слово этнос, вот тоже этнос, народ. Вот, так получается, что получается такая интересная картина. В греческом тексте это совершенно разные слова, но вот в нашем богослужебном церковнославянском получилась вот такая, такой вот интересный эффект. То есть, получилось, что два амонима, понятно, что два слова обозначают разные реальности, но получилось, что они одинаково звучат, одинаково произносятся, и поэтому такая вот, вот такая интересная игра. Тем же и языком, яком реже уловив языки, то есть, как бы языком поймал языки, народы. Вот это вот. Интересно, что получается, здесь даже законнославянский перевод как-то звучит более, что ли, эффектно, чем оригинальный греческий текст. Далее. Ну и вот просто в качестве примера в прошлом песнопении было сказано, что апостол Иоанн Богослов первым возвестил два основных догмата христианства, учение о Боге Сыне и учение о, значит, Боговоплощении. Вот иллюстрация. То есть, в частности, есть тропарь третьей песни канона, где как раз говорится о том, что, где вот раскрывается первая идея, что вот первый стих Евангелия от Иоанна всем хорошо известный «В начале без слова и слово бег своему родителю и Бог без слова». То есть, это как раз учение о Боге Сыне по Его существу в природе. Ну и вот как раз из канона Великой Пятницы, из канона на Повечерие здесь речь идет о раскрытии апостолом Иоанном второго догмата. «Да вопиет Иоанн, сказуя учение божественное воплощение Твое, слово плоть быв из девы непреложное, прибы с естеством Бог як о жебе, не отступив отеческих его недр». Вот, но это тоже отсылка на первую главу, в частности, Иоанн Геатуанна, первая глава, четырнадцатый стих. Вот. Далее. Ну и, конечно, тоже раз было сказано, что учение о Троице, то есть апостол Иоанн выразил учение о Троице, это утверждение было бы неполным, если бы не было учения о лице Святого Духа. Есть, конечно, и оно. То есть, вот ниже у меня приводится цитата из Евангелия Туанна, это цитата Иоанн 15, 26, считается, по сути, основной в нашем догматическом учении о отношении Бога Духа Святого к Богу Отцу. То есть, здесь говорится, что «утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит». То есть, как раз здесь говорится о вечном исхождении Духа Святого от Отца. И вот как раз стихира на стиховне, вторая стихира на стиховне, вот перефразируют эти евангельские слова. Здесь и говорится, «Соутешители в свет восприем, им же и просвещаем, богословил Еси от Отца происходящего, через Сына же человечество являемо, единочестно, сопрестольно и единосущно». Ну вот здесь, как раз, видите, отражены два основных аспекта, что Дух Святой исходит от Отца по своему вечному исхождению, по ипостасному бытию, но в то же время через Сына может посылаться людям. То есть, если речь идет о Его явлении среди людей, о домостроительстве, то здесь Он может быть как являем от Отца, так и через Сына. Также еще один интересный, интересная связь с Евангелием. Это, ну, всем хорошо известное место, Иоанн 19, 24, когда «Еди на твоем копием ребра его прободе, и обеязыди кровь и вода». Вот. И вот, в частности, есть и на это ссылка. Здесь сказано, что «Благовестничий Иоанне равна ангельне, девственниче, богослове, и богонаучение, православно, миру причистое ребро, кровь и воду источившее», проповедовал Еси. То есть, есть и ссылка на это, тоже известное место. Ну и, ну и вот, уже двигаясь к завершению, отметим вот такой еще тропаль девятой песни канона. Здесь аллюзия на 22-ю, последнюю главу «Откровение» Иоанна Богослова. То есть, в песнопениях есть аллюзии не только на Евангелие, но и на апокалипсис. И вот здесь такая выражается интересная идея, что если апостол Иоанн во время земной жизни вот эти вот райские реалии видел как бы в гаданиях, то сейчас, когда он пребывает в раю, пребывает на небе, он это видит непосредственно, лицем к лицу. И вот, в частности, видит реку мира и источник бессмертия. Там как раз в 22-й главе «Откровение» описывается река, на берегу которой растет дерево жизни. Река, которая вытекает из-под престола Божия. И вот как раз здесь речь идет про эту реку, что теперь он, находясь на небе с Господом Богом, видит эту реку непосредственно. Ну и еще в самом конце, ну просто для полноты информации, вот в каноне есть еще и такая интересная аллюзия, в каноне Анны Богослова, в пятой песне, это автор этого канона, преподобный Феофан Ночертанный. Ну вот есть еще и спорная информация, в общем, в апокрифической литературе речь идет о том, что Соломия, мать Анны Богослова, была дочерью Иосифа Обручника от первого брака. И очевидно, вот песнописец, автор канона тоже как-то принял эту идею и ее отразил в тропаре. То есть, конечно, сама по себе идея спорная. Я думаю, что, ну безусловно, вот эта вот апокрифическая информация, она может рассматриваться, ну просто как некая часть предания, ну предания с маленькой буквы. Вот, что просто есть такая традиция, которая предполагает добавление некоторой информации, благочестивой разного рода вставки, которую невозможно проверить, и вряд ли есть необходимость ее принимать, ну просто вот как часть нашей традиции. И вот здесь как раз и сказано, что со Христом живы это младенчество, орган благодати от него предложен, был Еси. Вот, то есть сказано, что он воспитывался со Христом с самого детства. Ну почему? Потому что получается родственник, как вот родственник. Понятно, что сама по себе идея еще расскажу спорная, но для полноты я решил указать, что в песнопениях бывают и, конечно, слышно аллюзии на апокрифы. Вот, я на этом завершаю выступление. Благодарю вас, передаю слово следующему докладчику. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем рассмотрение библейских персоналей в церковной гимнографии. И сегодня мы рассмотрим апостола Иакова Завидеева. Меня зовут священник Роман Миров, студент второго курса магистратуры Срединской духовной академии. Апостол Иаков Завидеев был братом святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова Завидеева. И темы церковной гимнографии, которые мы можем расследить в службе 30 апреля, это память апостола Иакова Завидеева. Они в основном во многих местах совпадают с темами, которые мы видим в службе святому апостолу Иоаннгелисту Иоанну Богослову. Одной из центральных тем, который мы часто встречаем, упоминание, которое мы часто встречаем в праздничной службе апостола Иаков Завидеева, это является праздник преображения Господня. Вообще, братья Завидеевы это ближайшие ученики Господа Иисуса Христа. И следуя евангельскому тексту, мы можем увидеть, что они участвуют в ключевых событиях, ключевых евангельских событиях. Это в сюжете с дочью Иаира, преображение Господня, и всеванское моление Господа нашего Иисуса Христа. Ну вот, в службе от 30 апреля в стихирах на стиховне мы видим такую стихиру. Петру Иакову Иоанну лучшим учеником Твоим Господи здесь показалось и на горе проворсти славу божественного Твоего зрака. Видиху Буризы Твои облистающие экосвет и лице Твое паче солнца, не терпящий зритие, нестерпимо для Твоего сияния, на землю не спадаху, никакой же зритие могуще. Глаз же слышиху, свидетельствующийся выше, сие Сын Мой возлюбленный, пришедай в мир спасти человека. Здесь и в этой стихии мы видим о том, что Петр Иаков Иоанн это первые трое лучших учеников, самых близких учеников Господа Иисуса Христа. Есть упоминание о Паворском преображении Господа Иисуса Христа. А также упоминание о преображении Господне об участии святого апостола Иакова Завидеева мы видим в светильне по девятой песне канона утренней в службе 30 апреля. Иакова воспоем Завидеева вовсе со Христом бы взыли на гору Фаворскую и зритель бысь божествен и голопреображение и сошед проповедыше и четвероконечную всю с Петром Иоанном. Одна из тем, которая прослеживается в праздничной службе апостола Иакова, это то, что он был родным братом апостола Иоанна Богослова. И даже в некоторых фрагментах чувствуется некая вторичность апостола Иакова по сравнению с братом евангелистом. И в некоторых местах специально подчеркивается, что апостол Иаков был именно родным братом братом по крови. Апостол Христов был избранный и богослов возлюбленного брата единородный. Всехвальни Иакове поющим те грехов оставления и спроси и душам нашим верю милостью. Также одна из интересных тем, которую можно проследить в службе, это мученическая кончина апостола Иакова. Дело в том, что апостол Иаков единственный из 12 апостолов о смерти которого пишется в Деянии апостольских. Это всего одна небольшая строчка, это второй стих 12-й главы, но тем не менее мы имеем подлинное свидетельство его смерти, что он был мученический убит в 44-м году во время правления Ирода Агриппы I. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло и убил Иакова, брата Иоаннова мечом. Это выдержка из Деяния святых апостолов. А непосредственно в богослужении 30-го апреля мы можем найти следующие строки. стихира на стиховне. Князь поставлен был Иси славней, ныне Бог всей земли о тебе якоже прежде написайся, ученик быв вся сотворщика и ревностью твою теплейшую и дерзновением непобедимым убийство претерпел Иси от Чеснага двойнадесять ученик положение совокупление первое убиваемое. Творец стихира пишет о том, что помимо мученической кончины подчеркивает то, что апостол Яков Завидеев был убит первое убиваемым, это значит один из первых, кто пострадался из числа двенадцати апостолов. Он по преданию был закол мячом. Также о мученической кончине повествует мы находим тропарь восьмой песни канона наутреннем. Крепчайший явись игром это уже следующая тема, которую мы видим. Это тема, которая продолжается от службы апостола Евангелист Диана Богослова. Мы знаем, что братья Завидеевы и сам Господь Иисус Христос их называет в анаргес или сыны грома. Крепчайше явись грома твои провозглашения законного образа шумения. Христа бы возгремел есть селение всей Бога и садителя и избавителя. Поя отрацы благословите священницы воспойте люди превозносите во все веки. Мы сразу видим несколько слов, которые создают такое настроение вот этому сравнению крепчайшие виси грома провозглашения шумения возгремел всячески подчеркивается громогласность и значимость проповеди апостола Якова Завидеева. Братья Завидеевы были рыбаками до своего апостольского призвания и эта тема также прослеживается в каноне утренней. В частности, один из тропарей первой песни канона свидетельствует об этом. «Твою мрежу я, коловец искусен от прегрешения глубины возвет блаженье душу мою просвети светолучными сияними и похвалите твою достойно о богоявлении и акобе память учениче сподобе». Опять же, слово мреж, то есть сеть ловец глубины, еще в нескольких местах канона утренней встречаются слова, которые свидетельствуют о рыбацком прошлом пост Лаякова Завидеева, но непосредственно этот тропарь наиболее ярко и явно об этом свидетельствует. Ну и подводя небольшой итог темам, которые есть в службе 30 апреля в день памяти апостола Якова Завидеева, можно выделить следующую тему. Чаще всего упоминается апостол Яков в контексте преображения Господня. И в службе преображения Господня есть соответствующие тропарии наутренние, в которых правда апостол Яков никогда не упоминается отдельно, а только с Петром и со своим братом Иоанном. Также часто упоминается и подчеркивается то, что апостол Яков это родной брат апостола Иоанна Богослова. Важная тема, которая упоминается в службе праздника, что апостол Яков принимает мученическую кончину, и особенно важно то, что там есть историческое свидетельство, что это было во время правления Ирода Гриппы, годы правления которого с 40 по 44 Рождества Христова. Также упоминается, что до своего апостольского призвания Яков Завидеев, как и свой брат, был рыбаком, и тема, идущая еще с праздника, которую мы встречаем также в празднике апостола Евангелисты Иоанна Богослова. Это именование братьев с нами Грома в Анергес. Также мы можем найти подтверждение в службе 30 апреля. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...